МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-сфера время городских новостей. Здравствуйте! В студии Ольга Авилкина. Обычно каждую пятницу в общественной приемной движении Донецкая Республика выслушивает замечания и просьбы жителей города глава администрации Харциска Виктория Жукова. Пока глава в отпуске, эта ответственная миссия была возложена на ее первого заместителя Олега Подустова. Как бороться с соседями, проживающими за стенкой и ведущими аморальный образ жизни? Примерно так был сформулирован один из первых вопросов, адресованных Олегу Подустову. Петр Михайлович всерьез обеспокоен антисанитарией, которую развели соседи, и просит содействия со стороны администрации в решении этой проблемы. Ситуации пообещали разобраться. Татьяна Ивановна пришла сегодня в общественную приемную, чтобы выяснить, когда же, наконец, заработает лифт в одной из многоэтажек по улице Советской. Олег Подустов сообщил, что подрядная организация уже на следующей неделе постарается закрыть этот вопрос. Кроме того, женщина поинтересовалась, существует ли в городе комендантский час. Регулярный шум от сборища нетрезвых людей у торговой точки вблизи ее дома не смолкает даже в будни. Мы этот вопрос поднимали на еженедельном координационном аппаратном совещании, который проводит Виктория Викторовна. Была реакция полиции. Если это повторно, и были не услышаны сотрудники правоохранительных органов или администрации, мы будем выяснять, пока что я только услышал заявление, а сказать факт я еще не могу, мне нужно отработать эту заявку именно о работе в ночное время магазина и продаже алкоголя. Естественно, это запрещено, естественно. Но мы должны подтвердить факт, что это действительно так, и тогда разбираться, как с этим бороться. Следующий посетитель пришел за помощью в получении паспорта. На его просьбу отреагировала присутствующая на приеме начальник УТСЗН Татьяна Кейдун, которая взяла вопрос Харцезянина на контроль. С коллективным обращением пришли сегодня в общественную приемную жители одного из многоквартирных домов на Черемушках. По их словам, в одной из квартир дома проживает одинокая пожилая женщина, которой безотлагательно требуется присмотр. Женщины сетывали, что в июле по вине этой соседки жителям дома пришлось пережить пожар и потоп. Вопрос был также взят на контроль начальника МОТСЗН. Житель улицы Патона, для кого визиты в общественную приемную в последнее время стали уже привычным делом, пришел сегодня к первому заму главы городадминистрации, чтобы в очередной раз уточнить сроки ремонта в его доме оголовков лентканалов. Мужчина обращался до месяца назад, и мы на этом приеме, я конкретно ему объяснил, что так быстро, к сожалению, результата увидеть не получится, а связано это с тем, что у нас существуют графики выполнения этих работ. Эти графики составляются по ряду факторов, один из которых это обращение жителей, кто-то и обратился еще ранее, и второе это необходимость, критичность выполнения работ. Да, как правило, все обращения, они действительно требуют вмешательства именно сегодня, но таких обращений очень много. В связи с чем предприятия вырисовывают график. Этот график также зависит от количества людей, которые могут выполнять эту работу, которые трудоустроены в службе единого заказчика. Этот график зависит от материалов у службы единого заказчика, и безусловно, от оплаты коммунальных услуг жителями. И, как правило, именно вот этот фактор, последний финансовый фактор, он предопределяющий. Поэтому мы объяснили человеку о том, что результат будет, но не сегодня. И как бы сроки мы не обозначили, но будем стараться все выполнить в этом году при подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Почти десяток харцизян смогли сегодня озвучить свои вопросы первому заместителю главы администрации Харцизка Олегу Подустову. Согласно графику приемов в ОДДР, в предстоящий понедельник, 9 августа, встретиться с жителями Харцизка планирует депутат Народного совета ДНР Татьяна Журавлева. Начало приема в 10 часов. Первые Олимпийские игры без зрителей, первая Олимпиада, пересенная на год из-за пандемии, соревнования, на которых в момент награждения российских спортсменов золотыми медалями поднимается флаг не РФ, а Олимпийского комитета России. И звучит не гимн страны, а Чайковский, фрагмент концерта номер один для фортепиано с оркестром. Все это выделяет 32-е Олимпийские игры в Токио, но запомнятся они не только этим. У каждого спортсмена своя история, своя буря эмоций и надежд. Для кого-то сбывшихся, а для кого-то так и оставшихся в прошлом. Харцизк пока не может похвастаться представительством на Олимпиаде. Тем не менее, для спортивной общественности города игры в Токио – это сейчас все равно событие номер один. Очень приятно, что Олимпиада все-таки состоялась, хоть она и Токио 2020. В 2021 году она состоялась. Очень хорошо, что все готовились. Очень вырос спорт в общей сложности во всем мире. Такие показывают результаты, что кажется, что это уже не люди, а машины работают. Очень приятно, что волейбол наш тоже на хорошем уровне. Женщины показали очень красивую игру, мужчины показывают игру великолепную. Там такие подачи, там такая скорость полета мяча, что просто кажется, что это уже сверх космические какие-то игры, а не земные. Конечно, болеем. Болеем за наших спортсменов, за многие виды спорта. Наблюдаем сейчас и волейбол, и гамбол, и пляжный волейбол, и борьба, и классическое дзюдо. То есть ребята достойно выступают. Хотелось бы, чтобы немножко лучше собраны были. Не обращали внимания на то, что, будем говорить, под олимпийским флагом выступают, потому что это все равно сбивает спортсменов. Сейчас пандемия, то есть поддержки нет у спортсменов, как у зрителей. Наблюдалось, что там даже корреспонденты, когда наших поддерживали, то есть у них сразу, будем говорить, шли вперед и выигрывали. Олимпиада, Олимпиада, это пик-пик, пик таланта, пик возможностей, пик совершения желания. Это внутреннее такое состояние, что к нему все готовятся на самом высоком уровне, к этому турниру. Я понимаю, что это мазь, обезличивают все. Просто, Лин, ну не, обезличивают. Я многих тренеров не узнаю, многих судей не узнаю. Я подавляю снимать, а елки-пак, да я же с ним встречался. Тренер по тяжелой атлетике Павел Таймазов старается не пропускать трансляции из Токио. Болеет за российских спортсменов в целом и, конечно, за своих земляков. Мадина Таймазова, завоевавшая бронзу на 32-х Олимпийских играх из того же села Сунджа Северной Осетии, что и Павел Александрович. Она родственница. У нас этих Таймазов 30 домов. Отец у него, Андрей, он был тренер по вольной борьбе. Откровенный произвол Всемирного антидопингового агентства не может не возмущать российских спортсменов, тренеров, болельщиков, всех, кто любит честный спорт. Павел Таймазов следит за новостями и считает, что ВАДА давно себя дискредитировала. Должна была Каширина поехать, которая могла выиграть, но ее убрали. Представляете, вот ВАДА сказал, мы думаем, что вы применяли. Она говорит, ну где доказательства? Нет, мы предполагаем, что вы применяли то-то, то-то, то-то. Представляете, девушка две Олимпиады пропустила, которая могла явно и золото, ну не ниже второго места она могла. Подняться на высшую ступеньку Олимпийского пьедестала – это и мечта, и цель, остающаяся для многих спортсменов несбыточной, нереализованной. О том, как трудно дается золотая медаль, говорят слезы олимпийских чемпионов. Я столько слез не видел, вот как на этой Олимпиаде. Даже плачь, потому что это, ну это жизнь, понимаете, это жизнь каждого человека, каждого спортсмена, каждого тренера, каждого родителя, потому что это такое, вот кажется, ну вышел, считался чемпионом. Это большущая, грандиознейшая работа. Хотелось бы слышать фамилии наших спортсменов из Донецкой Народной Республики, чтобы они выступали как бы за Россию. Ну, конечно, это пока только в будущем. Приятно, конечно. Олимпиада подходит к концу, Россия не на плохом месте, она там варьирует между пятым, четвертым местом по количеству медалей. Хочется, что мы были всегда первыми. И в продолжение выпуска информация о спортивных событиях более скромного масштаба. 7 и 10 августа в Харциске на спортплощадке рядом с Дворцом культуры пройдут соревнования по мини-футболу в рамках республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок главы ДНР. Городская организация «Спорт для всех» еще принимает заявки от дворовых команд. Так что мальчишки и девчонки в возрасте от 9 до 14 лет, умеющие уверенно гонять мяч, забивать его в ворота и готовые сразиться с ровесниками за солидный футбольный трофей, приглашаются 7 и 10 августа на спортплощадку и в качестве зрителей, и как кандидаты на участие в турнире. И к другим новостям. В среду 4 августа в Донецком республиканском краеведческом музее в рамках культурно-выставочного проекта «Фестиваль музеев», инициированного Министерством культуры ДНР, открылась выставка, посвященная истории Иловайска. В Донецком республиканском краеведческом музее уверены, что благодаря этой выставке жители и гости Донецка узнают много нового об истории Иловайска. На экспозиции можно ознакомиться с подлинными документами, фотографиями, артефактами, имеющими историческое значение. Вниманию посетителей представлены более 70 различных экспонатов, среди которых железнодорожный фонарь 20-х годов 19 века, макет паровоза, который возил составы по Курско-Азовской магистрали до 1917 года, в форме ныкетелька Чигара 1959 года, фотографии работников Иловайского железнодорожного узла, сделанные в первой четверти 20 века. Отдельный раздел выставки посвящен событиям 2014 года и содержит документы, награды и личные вещи ополченцев, вставших на защиту родного края. Особое место в экспозиции занимают награды и фотографии героя ДНР, командира батальона «Сомали», уроженца Иловайска Михаила Толстых. Экспозиция, посвященная истории Иловайска, будет представлена в Донецком Республиканском краеведческом музее до 24 августа. Республиканский оператор мобильной связи «Феникс» ввел в эксплуатацию дополнительные номера экстренных служб. С чем это связано, объяснили в Минсвязи ДНР. В ведомстве сообщают, что вследствие автоматического обновления программного обеспечения некоторых моделей телефонов фирмы «Ксиоми» по независимым от республиканского оператора мобильной связи «Феникс» причинам данные устройства при наборе номеров экстренных служб 101, 102, 103 и 104 переадресовывают вызов на номер 112 – экстренный номер службы спасения МЧС ДНР. Чтобы решить эту проблему, специалисты Минсвязи ввели в эксплуатацию дополнительные номера экстренных служб. Теперь можно звонить в МЧС и по номеру 901. По номеру 902 вызывать полицию, 903 – скорую медицинскую помощь, 904 – аварийную газовую службу. Те абоненты, у кого нет проблем с переадресацией, могут использовать и прежние номера. Конечно, кому-то эти номера могут так ни разу в жизни и не понадобиться, но иметь их под рукой все-таки не помешает. Будьте предусмотрительны и до встречи на канале ТВ-сфера. 7 августа 1978 года родилась Юлия Чечерина. С детства она увлекалась рисованием, пением, играла на гитаре и ударных инструментах в школьных ансамблях. В 2002-м Юля окончила училище культуры и искусства по классу эстрадного вокала и принялась покорять сцену уже профессионально. Успех не заставил себя ждать. Один из хитов Чечериной того времени мы часто вспоминаем знойным летом. Жара, жара, жареное солнце больших городов. Энергичная и неутомимая Юля считает необходимым бывать с концертами в горячих точках, поддерживая своим творчеством, носящим все больше гражданский и патриотический характер защитников Родины. Известная певица неоднократно бывала в республиках Донбасса, где пела свои песни и со сцены под аккомпанемент симфонического оркестра Донецкой филармонии и на передовой под обычную гитару. Здесь все по-другому, здесь даже воздух другой. Мы на нашей земле, мы на передовой. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать. Это наша земля, и мы будем стоять. 7 августа днем переменная облачность, температура воздуха около 35 градусов, восточный ветер 6-9 метров в секунду, ночью облачно, возможны осадки, температура воздуха 23 градуса, северо-восточный ветер 3-6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова